РАДИО ЗВЕЗДА Впервые на пятом континенте. Миклуха Маклай в Австралии в 1878-1879 годах. Трудные дни в Сингапуре и Джохор Бару. Вердикт врачей – переезд в страну с умеренным климатом или кладбище в Сингапуре. Плавание из залива Астролябия в Сингапур заняло более двух месяцев, так как шкипер шхуны Flower of Yarrow должен был до возвращения из рейса посетить для миновой торговли несколько островных групп в северо-западной Меланезии. Уже на следующий день после выхода из залива, 11 ноября 1877 года, Миклуха Маклай наблюдал впечатляющее зрелище – извержение вулканов на островах Лессон и Вулкан, расположенных недалеко от побережья Новой Гвинеи. Несмотря на недомогание, путешественник не только описал это интересное природное явление, но и, воспользовавшись штилем, запечатлел разные фазы извержения на острове Вулкан акварелью в своей записной книжке. Шхуна ненадолго останавливалась у островов. Она обычно ложилась в дрейф, а не бросала якорь. Так что Николай Николаевич смог высадиться на берег, да и то на несколько часов, лишь на островах Хермит. Капитан спешил, так как на судне оставалось все меньше матросов, способных стоять на вахте. Чтобы предотвратить беду, он, сделав крюк, зашел в порт Замбуанге на филиппинском острове Менданао, где дал отдых команде и приобрел минимально необходимое количество свежих съестных припасов, а оттуда отправился кратчайшим путем в Сингапур. Морское путешествие на сей раз не улучшило, а ухудшило состояние здоровья Миклуха Маклая. Вследствие перемены пищи и плохого питания на борту, к малярии прибавились скорбут и хронический колит, которые привели к общему упадку сил и серьезной анемии. 18 января 1878 года Николай Николаевич прибыл в Сингапур настолько больной, что мог с величайшим напряжением урывками писать лишь самые необходимые письма. «Вот уже седьмая неделя, как я не встаю с постели», — сообщал он в марте в Петербург, «и пока перемены к лучшему и следов нет. О малейшей работе и думать нельзя». Телесные недуги привели к серьезному нервному срыву. «Анемия и общее истощение сил, которые были причиной постоянного головокружения, нередко внезапно наступающей бессознательности и сильнейшей гиперастезии, повышенной болезненной чувствительности кожных покровов, вспоминал путешественник после преодоления кризиса, довели меня до крайней нервной раздражительности, почти истерического состояния. Его раздражала глупейшая малость. Шум шагов, легкий кашель, голоса окружающих, но даже находясь в столь незавидном положении, он, неисправимый мечтатель, переносился мыслями через годы, через расстояния. В марте 1878 года, пожаловавшись на крайне расстроенное здоровье, Николай Николаевич написал Остен Сакину, что надеется через два года отправиться на несколько лет в Африку, что будет очень важно для разрешения многих антрополого-этнографических вопросов касательно папуасов, негритосов, негров и так далее. В дальнейшем исследователь ни разу не возвращался к этому замыслу, возникшему спонтанно в его затуманенном болезнями мозгу. Несомненно, повышенной нервозности способствовали денежные затруднения. Сразу по прибытии в Сингапур, Миклуха Маклай, по его собственным словам, был осажден кредиторами. Единственный местный негациант, готовый бескорыстно помочь русскому путешественнику, китаец Вампо, к этому времени потерял почти все свое состояние, а потому смог выделить ему лишь небольшую беспроцентную ссуду. Отчаянные призывы Миклуха Маклая к Остен Сакину и Мещерскому помочь им расплатиться с кредиторами, назойливость сингапурских и ботавских торгашей невыносимо, принесли результат. 9 апреля 1878 года он получил из Петербурга телеграфный перевод на 3577 долларов. Эта сумма могла бы быть значительно большей, если бы не низкий обменный курс рубля, связанный с русско-турецкой войной 1877-1878 годов. Полученных денег хватило в основном на то, чтобы рассчитаться с Шомбургком. Около 450 долларов Николай Николаевич оставил на текущие расходы и прожития в течение ближайших месяцев. Главный долг ботавскому негацианту Анкерсмиту, главе фирмы Дюмлер и компания, не был погашен и продолжал увеличиваться из года в год. Перевод, полученный Миклухом Аклаем, стал возможным благодаря большой работе по сбору средств, которую провел в 1876-1877 годах Александр Мещерский под руководством и под контролем Остен Сакина. Мещерский предупреждал Федора Романовича, что не получив поддержки, путешественник вынужден будет продать свои уникальные коллекции иностранцам, уговаривал его ходатайствовать для своего друга пожизненную пенсию наподобие той, которой был удостоен Николай Михайлович Пржевальский, и даже советовал через руководителей Министерства иностранных дел просить Александра II помочь не только мученику науки, но и политическому русскому деятелю на Тихом океане, предлагавшему в 1876 году установить протекторат над частью Новой Гвинеи. Остен Сакин оставил без внимания советы Мещерского похлопотать насчет пенсии и обратиться за помощью к обожаемому монарху. Но он употребил свое влияние и связи, чтобы обеспечить поступление пожертвований от частных лиц. Во время кампании по сбору средств ярко проявились свойства сложной и неоднозначной натуры Александра Александровича Мещерского, как положительной, так и отрицательной. Князь, ставший в результате женитьбы бессарабским помещиком и участвовавший в русско-турецкой войне в качестве представителя Красного Креста, был, несомненно, предан своему другу-путешественнику и приложил много усилий, чтобы найти необходимые средства. Вместе с тем в ходе кампании вновь обнаружились его необязательность, неорганизованность и отсутствие деловой закваски, которые причудливо сочетались с пристрастием к хитроумным комбинациям, граничащим с плотовством. Аккумулируя средства, поступающие для помощи Миквуха Маклая, он порой не спешил с ними расставаться и, из песни слова не выкинешь, использовал их, чтобы поправить свои запутанные финансовые дела. За его художествами зорко наблюдал Остен Сакин, который в сердцах назвал князя в одной из своих записей «конфузией советником», спародировав почетное звание «коммерций советник», которое присваивалось тогда в России крупным банкирам, промышленникам и купцам. Одним из первых, к кому обратился Мещерский, был Иван Сергеевич Тургенев, который принял близко к сердцу невзгоды Миквуха Маклая. Не имея свободных средств, писатель не сразу внес свою лепту в фонд помощи путешественнику, но привлек к участию в этом деле купца-мецената Павла Михайловича Третьякова, а тот, в свою очередь, обратился к людям своего круга. Среди откликнувшихся на этот призыв мы видим знаменитого богача Павла Павловича Демидова, князя Сан-Донато, и банкира Родоканаки, а также видных деятелей русской культуры, в том числе Константина Дмитриевича Кавелина. Всего удалось собрать 7700 рублей, причем по тысяче внесли Тургенев, Третьяков и Совет Русского Географического Общества. Поступление денег сняло часть озабоченности Миклуха Маклая, но усилия сингапурских врачей, которые старались излечить его недуги и вывести его из нервной депрессии, не дали сколько-нибудь существенных результатов. Больного путешественника, как коллегу, получившего медицинское образование, приютил в своем доме доктор Денис. Однажды, когда Николай Николаевич, лежа в постели, читал в газетах сообщения о русско-турецкой войне, его навестил Адаардо Беккари, возвращавшийся из путешествия по Новогвинейской реке Флай. Миклуха Маклай принял по возможности бодрый вид и начал расспрашивать итальянского ботаника о некоторых растениях, листьях и плоды которых он привез из бугорлова. Но от внимания Беккари не укрылось плачевное состояние его русского приятеля. Он сильно изменился и постарел со времени их первой встречи в Макасаре в декабре 1873 года, хотя и тогда Миклуха Маклай был очень слаб и сильно страдал от приступов малярии и других тропических лихорадок. В надежде на то, что перемена воздуха будет иметь хорошее влияние на здоровье, Николай Николаевич перебрался в Джахор-Бару, снова воспользовавшись гостеприимством Абу-Бакара. Он пробыл там около шести недель и смог отправить оттуда два коротких сообщения в географический журнал Петермана о плавании на Сиберд и втором пребывании в заливе Астролябе, а также о вулканических явлениях на северо-восточном берегу Новой Гвинеи. Однако чистый воздух и не столь изнурительный тропический зной не помогли путешественнику. Миклуха Маклай вернулся в Сингапур, где три врача, в том числе упоминавшиеся выше Треббинг, собравшись на консилиум, единодушно поставили больного перед выбором безотлагательно переехать в страну с умеренным климатом или умереть в Сингапуре. Миклуха Маклай неоднократно писал в Петербург о своем желании приехать на один-два года в Россию, чтобы отдохнуть, обработать и опубликовать собранные им материалы и затем вернуться на Новую Гвинею для продолжения исследований. По прибытии в Сингапур в январе 1878 года он запросил начальника отряда русских судов на Тихом океане контр-адмирала Штакельберга, не ожидается ли в ближайшее время возвращения одного из судов в Кронштадт с заходом в Сингапур. В феврале он получил ответ, что распоряжение от морского министерства относительно возвращения в нынешнем году судов отряда на Балтику до сих пор не получено, а в апреле Штакельберг известил его, что в этом году судов, возвращающихся на Балтику, нет. Такое решение морского министерства, несомненно, было связано с русско-турецкой войной и вызванным ею обострением международной обстановки. Николаю Николаевичу, вероятно, хватило бы денег самостоятельно добраться до России, но что он там будет делать? На какие средства существовать? Демонстративное молчание матери и других родных, от которых путешественник давно уже не получал писем, давало основания полагать, что его приезд едва ли будет приятен Екатерине Семеновне и старшему брату Сергею. Миклуха Маклай выбрал австракт. Его выбор не был случайным. Ведь именно отсюда исходила тогда наибольшая угроза его новогвинейским друзьям. Именно из австралийских портов чаще всего отправлялись к островам океании корабли охотников за черными дроздами. Николай Николаевич полагал, что, находясь в центре событий, ему будет легче наблюдать за этими злодеяниями и бороться за права папуасов и других океанийцев. Кроме того, он хотел провести антропологическое изучение австралийских аборигенов, что могло дать важный сравнительный материал для его аналогичных исследований в океании. Интересовала его и австралийская фауна. Миклуха Маклай расстался со своими слугами. Салли оказался нечист на руку и был выгнан вскоре по прибытии путешественников в Сингапур. Что же касается мёбли и миры, то щедро одарив их на прощание разными полезными вещами, Николай Николаевич отправил их на родину на британской шхуне Монтиара. Зная о междоусобных войнах и вражде между верховными вождями на Палау, путешественник позаботился о том, чтобы мёбли и мира были доставлены прямо в их родную деревню в Мелигиок на острове Бобилтуап, ибо в противном случае они бы были ограблены, превращены в рабов и, возможно, убиты. Сохранились два любопытных документа. Расписка капитана шхуны Ревнскилда, датированная 17 апреля 1878 года, в получении 125 долларов за провоз на Палау двух слуг Миклуха Маклая, а также заверенные двумя свидетелями его письменное обязательство хорошо обращаться в пути с мёбли и мирой и высадить их с багажом именно в Мелигиоке, а не в каком-нибудь другом месте этого архипелага, наипаче же не на острове Курор. Последняя деталь объясняется тем, что правитель Курора враждовал с дядей Миры, вождём Мелигиока. Слуги путешественника благополучно вернулись домой. Как увидим, Миклуха Маклай встретился с ними в 1883 году во время кратковременного посещения Бобилтуапа. По рекомендации своих сингапурских знакомых Николай Николаевич нанял нового темнокожего слугу по имени Джан, вероятно, малайца или метиса. Джан неплохо говорил по-английски и, главное, прошёл необходимую выучку, так как служил раньше в доме британского джентльмена. Миклуха Маклай взял билеты на английский пароход Соммерсет, который должен был доставить его с Джаном в Сидней. Всю последнюю неделю перед отплытием он находился в полузабытье, плохо сознавая, что и как он делает. «Ослабел я чрезвычайно», рассказывал он впоследствии об этих днях. «Голова у меня постоянно кружилась, и вообще я не домогал сильно, так что укладка вещей была для меня весьма утомительной и шла крайне медленно». Накануне выхода в море ему пришла в голову мысль оставить на сохранении в одном из местных банков запечатанный пакет с некоторыми рукописями и рисунками, привезёнными из недавней экспедиции на Новую Гвинею. Путешественник выполнил своё намерение. При этом он не взял расписки и не записал название банка. «На другой день», — вспоминал он, — «я уехал в Сидней и был так слаб, что меня на руках перенесли из экипажа в каюту». В 1882 году, будучи в Сингапуре, Миклуха Маклай обошёл все банки, но не смог отыскать пакет. Среди пропавших манускриптов были дневники, которые он вёл в бугорломе. Вот почему описание второго пребывания на берегу Маклая, подготовленного им незадолго до смерти к печати, существенно отличается по структуре и степени детализации от описания первого пребывания, дневника, обработанного самим автором для публикации. Можно только догадываться, как много ценных наблюдений и фактов было безвозвратно утрачено. Прибытие Миклуха Маклая в Сидней. Некоторые особенности развития Австралии в 1870-х годах. Выйдя 24 июня 1878 года из Сингапура, почтовый пароход Соммерсет через две недели именовал Торосов пролив, отделяющий Новую Гвинею от Австралии, и отправился к югу вдоль восточного побережья Пятого континента. Пароход заходил в несколько портов — Куктуан, Таунсвилль, Боуэн, Бризбен и другие. Но стоянки были так непродолжительны, что у Миклуха Маклая не было ни времени, ни желания съезжать на берег. Целыми днями он сидел в шезлонге под тентом на палубе, вдыхал соленый морской воздух и вглядывался в береговую линию континента, где ему предстояло провести несколько месяцев, а, может быть, кто знает, немало лет. По мере удаления от экватора спадал тропический зной и в субтропиках, а потом в умеренных широтах повеяло прохладой, так что Николай Николаевич утеплился как мог и зябко кутался в толстый шерстяной плед. Путешествия на комфортабельном пароходе, обильное и разнообразное питание, новые впечатления, беседы с интересными попутчиками и, конечно, избавление от изнурительной жары благотворно подействовали на истощенного болезнями ученого. Прекратился хронический колит, ослабли другие недуги, он постепенно вышел из нервной депрессии. По словам Миклуха Маклая, он меньше чем за месяц поправился на 12 килограммов и почти восстановил свой обычный вес. С возвращением сил появилась жажда деятельности. Вспомнив океанографические наблюдения, которые он ввел на борту Витязя, Николай Николаевич занялся измерением температуры в прибрежных водах, где глубины редко превышали 100 метров. Троса у путешественника не было, а потому он ежедневно в полдень опускал на 10 минут термометр в ведро с водой, которую помогавший ему матрос зачерпывал из моря непосредственно перед наблюдением. Такой примитивный метод исследования, конечно, не мог дать достаточно точные результаты, но Миклуха Маклай был первым, кто занялся измерением температуры морской воды у побережья Австралии и высказал гипотезу о связи этой температуры с особенностями океанских течений. Путешественник вновь почувствовал интерес к изучению морской стихии и решил вернуться в Австралию к своей первой любви — исследованию морской фауны. На рассвете 18 июля 1878 года Сомерсет приблизился к ограниченному двумя мысами, южным и северным, входу в залив Порт-Джексон. По изрезанному небольшими мысами и бухтами побережью этого залива раскинулся Сидней, столица нового южного Уэльса и его многочисленные пригороды. Пройдя мимо южного мыса и благополучно миновав подводный скалистый риф, который служил тогда причиной серьезных кораблекрушений, Сомерсет бросил якорь в главной гавани Сиднея, где стояли десятки пароходов и парусных судов, пришедших из портов Европы, Америки и Азии, преимущественно из Великобритании. Николай Николаевич съехал на берег и, не дожидаясь выгрузки багажа, нанял кап, запряженный тощей клячей и по ухабистой дороге, мимо складов, ремесленных мастерских, кабаков и дешевых гостиниц для моряков, по извилистым, поднимающимся в гору улицам, застроенным неказистыми жилыми домами старой постройки, въехал в деловой центр Сиднея. Картина переменилась. Перед ним предстал большой, растущий, словно на дрожжах, город с современными зданиями, парками, куполами англиканских и католических соборов. Как русский подданный, Миклуха Маклай отправился прежде всего к почетному, нештатному консулу России, коммерсанту Полю, заранее осведомленному о его прибытии и был гостеприимно встречен консулом и особенно его женой. Поль предложил путешественнику остановиться на первое время в его маленьком, уютном домике, и наш герой с благодарностью принял это предложение. По своему обыкновению Николай Николаевич решил прежде всего познакомиться с новым для него городом и совершил несколько прогулок по Сиднею, в котором обитало тогда около двухсот тысяч человек. Он обратил внимание на его прямолинейную планировку. Несколько улиц, начинаясь недалеко от главной гавани, шли через город с востока на запад. Их пересекали другие улицы, обычно под прямым углом. Главная городская артерия улица Джордж-стрит протянулась почти на четыре километра до холмистого предместия, где возвышалось большое, построенное в 1852 году в неоготическом стиле здание университета. На центральных улицах кое-где сохранялись усадьбы, окруженные садами, одноэтажные дома с мезонинами. Но целые кварталы на Джордж-стрит, Питт-стрит, Элизабет-стрит, Макуори-стрит и других были застроены почти вплотную друг к другу, высокими, в четыре-семь этажей домами, в стиле английского барокко. Своей нарочитой помпезностью они демонстрировали амбиции, набирающие силы в буржуазии. Наряду с особняками богачей в этих районах были сосредоточены банки, крупные торговые компании, адвокатские конторы, клубы, театры, редакции газет. Южнее главных улиц, начиная от побережья, простирался зеленый пояс. Здесь находились резиденции губернатора колонии, ботанический сад, несколько парков. К парковой зоне примыкала городская библиотека и австралийский музей, основанный в 1828 году. Николай Николаевич заглянул и за парадный фасад Сиднея. В переулках, отходящих от главных улиц, да и позади элегантных усадеб, стояли обшарпанные, нередко покосившиеся одноэтажные домишки. Жители города держали не только кур и гусей, но также свиней и крупный рогатый скот. Стада коров бродили по улицам, щипали траву и объедали листву на кустах и невысоких деревьях, подымая при этом невероятную пыль. Миклуха Маклаю не удалось тогда побывать в северных и северо-западных районах Сиднея, где находилось большинство заводов и фабрик, и обитал рабочий люд. Ему объяснили, что это небезопасно. Здесь орудуют шайки разбойников, к иностранцу могут предстать бродяги или хулиганы. Но, как узнал путешественник, обитатели этих районов ютились в волочугах или жили в вытянутых на сотни метров одноэтажных или двухэтажных сблокированных домах, состоявших из стандартных секций с двумя окнами по фасаду, без кухонь и элементарных удобств. Островками благополучия в этих районах были опрятные домики с палисадниками, принадлежащие квалифицированным рабочим, нарождающиеся рабочей аристократии. Как убедился Миклуха Маклай, в Сиднее в то время отсутствовали централизованные водоснабжения и канализация, не была организована уборка мусора, редко встречались мощеные мостовые тротуары. Внешним благоустройством занимались сами домовладельцы и хозяева гостиниц, магазинов и ремесленных лавок, которые приводили в порядок лишь пятачки перед своими зданиями. На улицах валялось много мусора и конского навоза, поэтому даже на Джордж-стрит и Макуори-стрит, недалеко от магазинов с модной европейской одеждой и парфюмерией, пахло отнюдь не французскими духами. У сиднейских буржуа появилось обыкновение совершать днем променад по центральной части Джордж-стрит. Это, вероятно, напомнило Николаю Николаевичу привычку петербуржцев гулять по Невскому проспекту. Сиднейских дам и господ, совершающих променад, не смущало, что в сухую погоду их могли обсыпать грязью и землей, а в дождливую обрызгать вонючей жидкостью из луж проезжающей мимо экипажей дилижанцы. Плачевное состояние инфраструктуры и уличного благоустройства, которые отмечали тогда гости Сиднея, нельзя списать только на болезни роста. Английский журналист и путешественник Ричард Тупини, опубликовавший в 1883 году книгу «Городская жизнь в Австралии», отмечал, что австралийская плутократия еще более эгоистична и корыстолюбива, чем английская, и ни во что не ставит общественные интересы. Грубая и невежественная, состоявшая в большинстве своем из ссыльных каторжников и их потомков, а также любителей легкой наживы, устремившихся в Австралии из Великобритании и других стран в связи с золотой лихорадкой, эта буржуазия заправляла в городском совете и муниципалитетах Сиднея. Город накрыла волна коррупции и непотизма. Деньги на водопровод, канализацию, уборку улиц и мощение дорог не выделялись или разворовывались. При этом отцы города витийствовали на предвыборных собраниях и на страницах подконтрольных им газет о великих преимуществах демократии и клялись, что денно и нощно заботятся об интересах горожан. Вскоре по прибытии в Сиднее, еще не разобравшись в тонкостях местного социально-политического устройства, Миклуха Маклай писал сестре. «Народ здесь мне мало нравится. Царство толпы, массы и тому подобное имеет весьма мало хороших сторон, а в австралийском обществе мнение, мнение разнокалиберных представителей демократов имеет всемогущее значение». В письмах и статьях-отчетах, посвященных насущным проблемам его жизни и деятельности в Австралии, Николай Николаевич почти не касался общей ситуации в Сиднее и других городах Пятого континента. Но впоследствии путешественник подчеркивал, что «прожив около семи лет в Австралии, я всегда следил с интересом за общественной жизнью и главнейшими происшествиями в австралийских колониях». Старый австралийский истеблишмент состоял из отпрысков английских аристократов, отставных офицеров и лиц такого происхождения, о котором предпочитали не вспоминать. В этом высшем обществе, нередко спаянным родственными узами, очень ценились даже больше, чем в викторианской Англии дворянские титулы и имперские регалии, правили бал сословные предрассудки и предпочтения. Уступив лидерство в промышленности, торговом банковском деле, быстрорастущей буржуазии, эти джентльмены по-прежнему владели большими земельными пространствами, полученными в первой половине XIX века, и управляли ими сами или сдавали в аренду, преимущественно для разведения овец. И после того, как в 1850-х годах колонии в Австралии получили внутреннюю автономию, старая гвардия, тесно связанная с губернаторами, сохраняла командные позиции в колониальном управлении, а в качестве попечителей и меценатов, как вскоре убедился Миклуха Маклай, оказывала сильное влияние на развитие высшего образования, науки и культуры. Несмотря на неиссякающий приток иммигрантов, в Австралии ощущалась острая нехватка специалистов, не только квалифицированных рабочих и инженеров, но и геологов, почвоведов, врачей, лекари-самозванцы были притчей во языцах, университетских преподавателей и так далее. Характерно, что многие годы геологическую службу нового южного Уэльса возглавлял Уилкинсон, по существу самоучка, ходивший несколько лет в школу, но не имевший высшего образования. Подавляющее большинство дипломированных специалистов приезжало в колонии из Англии. Но социальный статус университетских профессоров в Австралии до 1880-х годов был очень низок. Они зарабатывали значительно меньше, чем квалифицированные рабочие. Неудивительно, что подающие надежды выпускники Кембриджского, Оксфордского и других британских университетов неохотно соглашались переселяться на Пятый континент для работы в местных высших учебных заведениях. В результате некоторые кафедры в университетах Сиднея, Мельбурна и других городов оставались незанятыми, либо там преподавали случайные люди. Известны также случаи, когда химию, геологию, естественную историю и физическую географию преподавали специалисты по классической филологии и богословию. И богословию. Быстрое признание Миклуха Маклая в австралийском научном сообществе. Проект морской биологической станции. В 1870-х годах наука на Пятом континенте еще не вышла из детского периода, который принято называть временем джентльменов-собирателей. Удаленность и изолированность от Европы отрицательно сказывались на развитии научных исследований. Колониальный характер австралийской науки проявлялся в кадровой и финансовой зависимости от метрополии, в фактическом отказе от самостоятельной разработки новых научных идей и концепций, последние проникали с опозданием извне и с трудом приживались на австралийской почве. В каждой из шести английских колоний в Австралии имелись свои университеты, музеи и научные общества. Но общее число активно действующих профессиональных исследователей едва ли превышало 30-40 человек. Идеи Дарвина и особенно их пропаганды и развития в трудах Томаса Хаксли встретили неприятие и отпор со стороны джентльменов-собирателей, возглавлявших или патронировавших университеты, музеи и научные общества, а также большинство зависимых от них ученых, так как эти джентльмены полагали, что эволюционное учение подрывает веру в Бога и грозит социальными потрясениями. Сторонники дарвиновской теории, явное меньшинство, остерегались публично высказывать свои взгляды. Чуть ли не единственным исключением среди этих еретиков был немецкий зоолог Йоганн Людвиг Герард Крефт, 1830-1881 года. Он переселился в 1852 году в Австралию и через 12 лет стал куратором Австралийского музея. Крефт выступал против антидарвинистов с открытым забралом, участвовал в публичных диспутах, пытался разъяснять и популяризировать эволюционную теорию на страницах газет и журналов. Он многое сделал для того, чтобы превратить хаотическое скопление разнообразных коллекций в упорядоченный музей, устраивал выставки, благоустроил как мог помещения, где хранились бесценные экспонаты, рассказывающие о природе и коренном населении Австралии. Но убеждения Крефта не нравились попечителям музея, которым он к тому же мешал безнаказанно манипулировать собранными коллекциями. В 1874 году они уволили Крефта по надуманным обвинениям, причем наняли двух громил, которые взломали двери его квартиры, находившиеся в здании музея, и выбросили все вещи на улицу. Крефт безуспешно искал защиты и восстановления своих прав в судах и правительстве Нового Южного Уэльса. Другие музеи не брали его на работу, хотя остро нуждались в таких специалистах, опасаясь его влиятельных гонителей. В результате талантливый ученый впал в крайнюю нищету. Вскоре по приезде в Сиднее Миклуха Маклайнове стил Крефта в его убогом жилище, имея к нему рекомендательное письмо от Хаксли, и тот рассказал русскому коллеге свою историю, поведал о нравах и группах влияния в нарождающемся австралийском научном сообществе. Николай Николаевич сделал определенные выводы из того, что сообщил ему Крефт. В Сиднее хорошо знали о Миклуха Маклай, так как местная печать уже несколько лет знакомила читателей с его путешествиями и исследованиями. 19 июля 1878 года, на следующий день после того, как Сомерсет бросил якорь в Сиднейской гавани, три газеты «Сидней Мэл», «Ивнинг Ньюз» и наиболее респектабельная «Сидней Монинг Гералд» сообщили о прибытии барона Маклая. Путешественника здесь повсеместно называли бароном и в устных беседах, и в письмах, и на страницах газет. Николай Николаевич был этому очень рад. Он заказал фирменную почтовую бумагу с буквой «М» под стилизованной баронской короной. Чтобы еще больше поднять свой престиж и познакомиться с наиболее влиятельными личностями нового южного Уэльса, Миклуха Маклай уже через несколько дней переселился из дома русского консула в австралийский клуб, средоточие местного истеблишмента. Патроном клуба был сам губернатор, а членами – правительственные чиновники, военные, крупные землевладельцы, в том числе представители всех видных семей колоний. По своему устройству и функциям австралийский клуб подражал наиболее известным лондонским заведениям такого рода. Внизу находились читальный зал, курительная комната, бильярд, бар, большая трапезная, которая использовалась также для собраний и приема почетных гостей. Наверху на третьем этаже находились комнаты для постояльцев. В одной из них поселился Миклуха Маклай. Путешественник не прогадал. За считанные дни он завел полезные знакомства, которые помогли ему в годы жизни в Австралии. В частности, в клубе Николай Николаевич встретился с сэром Уильямом МакАртуром, богатым землевладельцем и меценатом, одним из попечителей Австралийского музея, членом Сената Университета Сиднея. МакАртур знал о русском путешественнике не только из газет. По просьбе Хаксли 14 января 1871 года Чарльз Николсон, уважаемый австралийский политик, землевладелец и археолог-любитель, находившийся тогда в Англии, написал своему другу МакАртуру письмо с просьбой оказать содействие выдающемуся русскому натуралисту. Сэр Уильям вспомнил об этой просьбе, обещал, если потребуется, замолвить словечко и пригласил путешественников в свое загородное имение Кемден-парк. Там или в австралийском клубе произошло знакомство Миклуха МакАя с Уильямом Маклеем. Уильям Джон Маклей, 1820-1891 года, сыграл важную роль в становлении науки в Австралии. Крупный землевладелец и политик, он был типичным джентльменом-собирателем. Маклей коллекционировал насекомых, а в 1870-х годах заинтересовался рыбами. В 1875 году он отправил за свой счет экспедицию на бриге Чеверт для сбора зоологических коллекций на юго-западном побережье Новой Гвинеи и прилегающих островах. Недостаток специального образования, он лишь год проучился в юности на медицинском факультете Эдинбургского университета, Маклей отчасти возместил усердным чтением научной литературы и перепиской с британскими зоологами. Он публиковал статьи о писательном характере в английских и австралийских журналах и был, пожалуй, больше, чем зоологом-любителем, но так и не стал настоящим исследователем. Несравненно важнее была его деятельность как организатора науки, ее патроны и мецената. Главная заслуга Маклея создание в 1874 году Линеевского общества Нового Южного Уэльса, которое должно было изучать все отрасли естествознания. Маклей не просто руководил этим обществом, но фактически его содержал, оплачивал аренду, занимая им помещение, а позднее построил для него здание, на территории своей усадьбы, финансировал публикацию трудов, общества и так далее. Маклей заседал в Сенате университета, был одним из попечителей Австралийского музея и городской публичной библиотеки. В конце жизни он передал свои огромные коллекции в дар университету Сиднея, после того, как для их хранения и демонстрации было построено на деньги, выделенные правительством колонии, специальное здание в университетском городке. После смерти дарителя это здание было названо Музеем Маклея. Мы читаем главы из книги Даниила Тумаркина «Белый папуаз». Кто платит за обед, тот заказывает музыку. Эта старая пословица вполне подходит к Уильяму Маклею. Властный и нетерпимый кослушникам, он проводил свою линию в становлении науки научных учреждений в Новом и Южном Уэльсе. На протяжении всей своей жизни Маклея придерживался консервативных убеждений, особенно в вопросах мироздания и происхождения человека. На его совести изгнание и преследование Джерарда Крафта. Ближайшим помощником, можно сказать, оруженосцем Маклея, был Уильям Стивенс, один из профессоров «На все руки», который, получив в Англии классическое гуманитарное образование, брался читать в университете Сиднея лекции по самым разным естественно-научным дисциплинам. Будучи избран по рекомендации патрона президентом Линеевского общества, он заявил в 1879 году в своем докладе, отредактированном и дополненном Маклеем, что некоторые европейские ученые-эволюционисты, общаясь с криминальными классами, превращаются в интернационалистов, социалистов и нигилистов. Выше упоминалось, что сходное обвинение высказал в полемике с Эрнстом Геккелем Рудольф Вихров. Разумеется, научный калибр Стивенсона был несравненно меньше, чем у Вирхова, из выступлений которого он, возможно, черпал свои аргументы. В 1878 году Линеевское общество насчитывало около 150 членов, из которых лишь несколько человек можно с некоторой натяжкой считать профессиональными исследователями. Подавляющее большинство составляли врачи, учителя, священнослужители, адвокаты, журналисты, фермеры и просто любознательные горожане, которые, уплатив маленький членский взнос, получили право посещать ежемесячные собрания общества. Поэтому Маклея и Стивенс, что называется, днем с огнем, искали докладчиков для очередных собраний. Едва познакомившись с приезжей знаменитостью, Маклей постарался привлечь ее к активному участию в деятельности общества. 29 августа 1878 года, через 11 дней после прибытия Миклуха Маклаев в Сидней, состоялось ежемесячное собрание, на котором русский путешественник и исследователь был избран почетным членом Линеевского общества Нового Южного Уэльса и был приглашен выступить на следующем собрании с докладом на интересующую его тему. Проницательный читатель, вероятно, уже догадался, с каким призывом Николай Николаевич обратился к членам общества на заседании, состоявшемся 26 сентября. Он выступил с докладом проект зоологической станции «Досидное», повторив свой излюбленный тезис о том, что развитие биологической науки требует изучения морских организмов в среде их обитания или вблизи от нее, причем в специально оборудованных лабораториях, и кратко рассказав об уже действующих или проектируемых морских биологических станциях, в том числе о своих усилиях, предпринятых на этом поприще, докладчик выразил убеждение, что Сидное обладает необычайно благоприятными условиями для учреждения первой зоологической станции в Австралии. Проявив изрядную дипломатическую гибкость и знание реальной обстановки, Николай Николаевич предложил в качестве наиболее компетентного директора господина Маклея, втайне надеясь, что тот отклонит это предложение, и высказался за устройство станции на побережье вблизи от усадьбы этого джентльмена. Присутствующие одобрительно встретили его проект и образовали комитет, которому было поручено рассмотреть предложение барона Маклая и доложить о результатах на следующем ежемесячном собрании общества. Узнав, что в заливе Порт-Джексон водятся акулы вида Гетеродонтус филипи, который он давно хотел изучить, Николай Николаевич решил возобновить сравнительно анатомические исследования, которые он начал еще во время экспедиции на Канарские острова. Этих рыб ему могли поставлять местные рыбаки, но такие исследования невозможно было проводить в номере клубной гостиницы, пребывание в которой к тому же быстро опустошало его кошелек. На выручку пришел Уильям Маклей, который предложил Миклуху Маклаю поселиться в его усадьбе, расположенной на берегу бухты Элизабет-бэй, примерно в трех километрах от центра Сиднея. Господский дом, Элизабет-бэй-хаус, импозантное здание в классическом стиле, в то время был окружен садами и огородами. В доме имелась большая библиотека, состоявшая в основном из книг и журналов по зоологии и другим естественным наукам. В образцовом порядке хранились многочисленные коллекции. Рядом находился лабораторный павильон, снабженный микроскопами и набором необходимых инструментов. Маклей радушно принял русского исследователя, отвел ему уютную комнату в своем доме, разрешал работать в лабораторном павильоне, пользоваться библиотекой, знакомиться с коллекциями. В просторном, роскошно обставленном кабинете хозяина собирались ученые и коллекторы, группировавшиеся вокруг богатого покровителя. За чашкой чая и не только чая обсуждались научные вопросы не только фактического свойства, но затрагивавшие проблемы мироздания, причем Маклей внушал гостям свои консервативные антидарвинистские убеждения. Николай Николаевич оставался при своем мнении, но предпочитал отмалчиваться, помня о печальной судьбе Крефта. Но теоретические расхождения невольно вышли наружу, когда Маклей предложил Миклуха Маклаю сделать на следующем заседании Линеевского общества совместный доклад, а потом написать вместе с ним статью или серию статей об акулах залива Порт-Джексон. При подготовке краткого доклада, представленного 28 октября 1878 года, серьезных разногласий не возникало, но когда Миклуха Маклай попытался в тексте статьи проследить, пусть в слегка завуалированном виде, эволюционную связь между изучаемыми акулами и их ископаемыми предками, это вызвало серьезные возражения. Николай Николаевич, по-видимому, пошел на уступки, сократил свои рассуждения и намеренно сделал их менее понятными. Но Маклей не был вполне удовлетворен и 22 февраля 1879 года записал в своем дневнике, что барон Маклай очень переменчив и слишком настойчив. Пришли к такому решению. Каждый напишет свою часть статьи, авторство которой будет оговорено при публикации. В результате появилась статья, введение описаний, в которой принадлежало Маклею, а анатомические заметки его строптивому гостю. В начале своих заметок Николай Николаевич предупредил, так как наши точки зрения не всегда совпадали, в тексте могут встретиться значительные противоречия. Теоретические расхождения не привели к разрыву с Маклеем, так как в его интересах было сохранять сотрудничество всемирно известного ученого с Линеевским обществом. Миклуха Маклай выступал с докладами, которые публиковались затем в трудах общества на протяжении нескольких лет до его окончательного отъезда из Австралии. Но подобно сообщениям, которые он посылал в журнал, издаваемый Верховым, Николай Николаевич избегал касаться в них теоретических проблем. Отношения с Маклеем постепенно утратили дружеский характер и свелись к взаимовыгодным научным контактам. Но еще раньше, с самого начала пребывания в Элизабет Бейхаус, сознание некоторым образом зависимого положения в чужом доме не давало покоя гордому и самолюбивому путешественнику. Поэтому уже в ноябре 1878 года он с радостью принял предложение куратора Австралийского музея Эдуарда Рэмзи переселиться в здание этого музея. Сын зажиточного местного врача, пару лет проучившийся в университете Сиднея, Рэмзи с юных лет увлекался энтомологией и завидовал питомником в усадьбе своего отца. По предложению Маклея он был в 1874 году назначен куратором вместо еретика Крефта. Рэмзи был человеком Маклея, но держался более независимо, чем его явные прихлебатели, хотя, вероятно, согласовал свое приглашение со всемогущим патроном. В австралийском музее Миклуха Маклаю предоставили жилую комнату и помещение для работы. Душный, холодный, плохо вентилируемый подвал, пребывание в котором, ослабляя организм, учащало, как он писал, верхову приступы лихорадки. Пусть будет подвал, продолжал исследователь, лишь бы кругом было тихо. Но нет, кокоду, коровы, собаки и люди находятся в непосредственном соседстве, и шум от этого зверинца часто приводит меня в очень скверное расположение духа, мешает мыслить, замедляет и прерывает работу. Добрые люди удивляются, что у меня такие слабые нервы. И все же у Николая Николаевича появилось помещение, в котором он мог самостоятельно проводить лабораторные исследования, располагая микроскопом и необходимыми инструментами, которые предоставил ему Рэмзи. Ученый возобновил начатое еще в Европе сравнительно анатомическое изучение хрящевых рыб, которое дополнил изучением мозга ехидны. Продолжая интересоваться сравнительной анатомией человеческих рас, он исследовал мозги шестерых океанийцев, умерших в Сиднейской больнице. Миклуха-Маклай знакомился также с краниологическими и этнографическими коллекциями, хранящимися в музее, расспрашивал его сотрудников об обычаях коренных австралийцев, быстро вымирающих под напором европейских поселенцев, измерял и фотографировал, когда это удавалось самих аборигенов. Как писал Миклуха-Маклай, он осваивал в австралийском музее искусство фотографирования, но этот сравнительно новый тогда метод фиксации изучаемых объектов не получил сколько-нибудь значительного применения в его дальнейших исследованиях. Фотографий, сделанных путешественником, почти не сохранилось. Поглощенный новыми наблюдениями и исследованиями, Миклуха-Маклай почти не находил времени для обработки материалов своих экспедиций. За семь месяцев проведенных в 1878-1879 годах в Сиднее он подготовил для журнала местного Линеевского общества уже известную нам статью об акулах, написанную вместе с Маклеем, опубликовал там два выступления с призывом основать зоологическую станцию и заметку о макродантизме, а также отослал в Берлин два маленьких сообщения о своей деятельности для журнала, издаваемого Верховым. Оказывается, положительно, что день слишком короток для работы, а ночь недостаточно длина для отдыха, писал в Русское географическое общество Миклуха Маклай. Заваленный интересной работой, он отказывался, по его словам, от возможности отправиться в Россию, когда выяснилось, что русский военный корабль может захватить его осенью 1878 года в Сингапуре, возвращаясь на Балтику. Но вернемся к подготовительной работе по созданию зоологической станции. Комитет, состоявший из шести членов Линеевского общества, в том числе Маклея, признал предложение русского ученого заслуживающим самого серьезного внимания и скорейшего исполнения и призвал начать сбор средств на сооружение станции, причем высоко оценил эскизный проект ее здания, представленный Миклухом Аклаем. Комитет рекомендовал также принять проект устава станции, составленный путешественником. Этот проект почти дословно повторял пункты, сформулированные в 1869 году Николаем Николаевичем в его выступлении на съезде русских естествоиспытателей и повторенные в его неосуществленном проекте создание станции вблизи Джахор-Бару. Доклад комитета был зачитан и одобрен на заседании общества, состоявшемся 30 сентября 1878 года. Однако вопрос о местоположении будущей станции вызвал новые разногласия между Миклухом Аклаем и Маклеем. Осенью 1879 года в Сиднее должна была открыться большая международная выставка, посвященная столетию со времени основания первого британского поселения в Новом Южном Уэльсе. В январе 1879 года Стивенс, явно по подсказке Маклея, члена комитета по подготовке выставки, предложил построить станцию на примыкающей к заливу кромке ботанического сада, то есть в центре Сиднее, и оснастить ее большим аквариумом, океанариумом, плата за осмотр которого публикой служила бы одним из основных источников финансирования станции. Иными словами, Стивенс предполагал взять за образец зоологическую станцию, основанную Антоном Дорном в Неаполе. Он подчеркивал, что океанариум захотят посетить многие тысячи посетителей выставки, как обитатели Нового Южного Уэльса, так и жители других британских колоний в Австралии и гости со всего мира. Однако, это предложение было отвергнуто Миклуха Маклаев. Николай Николаевич учитывал, что прибрежные воды в центре города загрязнены множеством кораблей и стоком нечистот. А главное, он выступал против коммерциализации станции и неизбежных толп посетителей, которые будут отвлекать его от работы. Он мечтал создать пусть маленькое и скромное, но чисто научное учреждение, где в тишине и покое он мог бы проводить изучение морской фауны. Свои сокровенные мысли по этому вопросу Миклуха Маклаев изложил в выступлении на заседании Линеевского общества. «Я часто жил неделями и месяцами в домах и дворцах знатных и даже царственных хозяев, и тем не менее с какой радостью я отдал бы комфорт и блеск этих жилищ за небольшую, но хорошо оборудованную лабораторию, где мог бы вести свои работы, не мешая никому и не испытывая никаких помех». Проведя тщательную рекогностировку, Миклуха Маклай задумал разместить станцию в слабо заселенном Сиднейском пригороде Уотсон-Бэй на мысе Лейнг, аборигенное название Кубунг-Хара, недалеко от южного выхода из залива Порт-Джексон в открытый океан. Уильям Маклей, назвавший в своем дневнике этот замысел весьма дурацким проектом, заявил, что не даст ни копейки на строительство станции вместе с выбранным бароном Маклаем и предупредил, что путешественнику не следует рассчитывать в этом вопросе на поддержку Линеевского общества. Казалось, попытка основать зоологическую станцию, столь милую сердцу нашего героя, вновь закончится неудачей, но тут в политической жизни нового южного Уэльса произошло событие, которое не только изменило расстановку сил в колонии, но и вдохнуло новую жизнь в проект Миклуха Маклая. В декабре 1878 года, после нескольких месяцев грязни и неразберихи в правящих верхах, к власти пришло коалиционное правительство Паркса Робертсона, двух известных политиков, соперничавших и даже враждовавших друг с другом на протяжении нескольких десятилетий. Если Джон Робертсон принадлежал к либеральному крылу старой гвардии, которая считала необходимым идти на компромисс с окрепшей городской буржуазией и фермерами, требовавшими облегчить доступ к земле, то Паркс, неудавшийся бизнесмен, способный литератор и, несомненно, выдающийся демагог и оппортунист, был выразителем интересов мелкой и средней буржуазии, пользовался популярностью у новых переселенцев, желавших получать земельные наделы и заняться подъемом целины, и имел много сторонников среди рабочих, в том числе профсоюзных лидеров, которые до 1890 года не были представлены в парламенте. Кабинетом руководил Паркс, который официально именовался секретарем колонии, а Робертсон, о нем и его семье речь пойдет ниже, сначала был министром без портфеля, в мае 1880 года возглавил Министерство Народного Просвещения, а в декабре того же года стал министром по земельным вопросам. Паркс провел через парламент несколько важных законов, в том числе о всеобщем обязательном и бесплатном школьном образовании, внес некоторые изменения в избирательное законодательство, ограничив неравенство, связанное с имущественным положением. Для нас же важно то, что Робертсон и Паркс не принадлежали к группировке, одним из лидеров которой был Маклей, и пришли к власти, преодолев ее сопротивление. Новые руководители правительства колонии благосклонно отнеслись к проекту Миклуха Маклая. «Я отправился к правительственным лицам», сообщал в Русское географическое общество Миклуха Маклай, и после некоторых визитов и переговоров получил от Совета министров колонии Нью-Саут Уэльса формальное обещание, переданное мне президентом его, секретарем колонии, даровать для постройки зоологической станции из казенных земель кусок земли, если найдется подходящее для этой цели. Местность таковая нашлась в Уотсон-бэй. В марте 1879 года Николай Николаевич отправил Парксу письмо с просьбой о выделении земельного участка площадью около 2800 квадратных метров в Уотсон-бэй. Архитектор Джон Киркпатрик по эскизу ученого спроектировал здание будущей станции. По предварительным расчетам на его постройку требовалось около 600 фунтов стерлингов. В соответствии с местными обычаями правительство взяло на себя половину расходов на строительство учреждения полезного для колонии при условии, что остальные средства будут собраны по подписке от частных лиц. Несмотря на помощь нескольких друзей и коллег, Николай Николаевич из-за бойкота и скрытого противодействия Маклея сумел собрать только 100 фунтов стерлингов. Необходимо было продолжать эти усилия и обратиться за помощью к ученым Мельбурна и главных городов других колоний. Но Миклуха Маклай, как это не раз случалось в его жизни, не довел до конца начатую кампанию и, воспользовавшись подвернувшейся возможностью, отправился на торговой шхуне в новое путешествие по островам Южных морей, рассчитывая снова побывать на берегу Маклая. Незадолго до отплытия путешественник выступил на очередном заседании Линеевского общества, вежливо поблагодарив Уильяма Маклея и Эдуарда Рэмзи за проявленное гостеприимство и, разумеется, умолчав о разногласиях по поводу местоположения станции, он с горечью добавил, «Я могу все же только повторить, что ничего не сделано для создания зоологической станции в Сиднее. Интервал между моим предложением сентябрь 1878 года и действительным основанием станции будет хорошим показателем степени интенсивности научной жизни в Австралии, по крайней мере в Сиднее». Миклуха Маклай сообщил собравшимся, что отправляется на несколько месяцев плавания по островам Океани. На время своего отсутствия он попросил продолжить сбор средств и наблюдать за строительством станции Рэмзи и Уильяма Этченсона Хезуэлла, молодого английского биолога, который после учебы в Эдинбургском и Лейпсгском университетах переселился в 1878 году в Австралию. Он был последователем Хаксли и Геккеля, но до поры до времени предпочитал не афишировать свои теоретические предпочтения. Отмечая легкомысленность нашего героя, покинувшего Сидней в ответственный момент, нельзя не признать, что у него были причины не упускать возможность снова отправиться в Южные моря, особенно на берег Маклая. Тревожные вести с Новой Гвинеей. Обращение к Артуру Гордону. Уйдя с головой в научную работу, настойчиво добиваясь принятия и осуществления проекта создания зоологической станции, Николай Николаевич не забывал о своих друзьях с берега Маклая. «Здесь меня встретила неприятная, хотя уже много лет ожидаемая новость. Австралийцы белые хотят забрать южную половину Новой Гвинеи. Почему мой берег в серьезной опасности?» писал он в августе 1878 года сестре из Сиднея. «Что я предприму вследствие этого обстоятельства еще не решил. Дело это очень серьезное, так же и для меня. Приходится обстоятельно обдумать мое положение, мои силы и шансы разного рода». Озабоченность Миклуха Маклая объяснялась слухами об открытии золотоносных пород в районе Порт-Морсби и последовавшими за этим событиями. Туда отправилась более сотни золотоискателей и других любителей легкой наживы. Под предлогом правительство колонии Квинсленд послало в Порт-Морсби своего представителя, который де-факто начал управлять этим районом. Слухи об открытии золота дали новый толчок деятельности сторонников аннексии как в английских колониях в Австралии, так и в самой митрополии. Но осенью 1878 года с Новой Гвинеи стали поступать неутешительные вести. Никакого золота там найдено не было, золотая лихорадка прекратилась, зато другая лихорадка, тропическая малярия свирепствовала вовсю. Оставшиеся в живых золотоискатели вместе с уполномоченным правительства Квинсленда были эвакуированы в Австралию и в районе Порт-Морсби оставались лишь английские миссионеры. Судя по процитированному выше письму сестре, Миклуха Маклай внимательно следил за происходящим на юго-восточном берегу Новой Гвинеи и, по-видимому, горько переживал свое бессилие изменить ход событий. Тем приятнее было ему узнать, что золотая лихорадка в районе Порт-Морсби окончилась в полнейшем фиаско, как и следовало ожидать, эта неудача нанесла чувствительный удар по планам экспансионистов. Но успокаиваться было преждевременно, хотя бы потому, что австралийские золотоискатели не оставляли попыток найти драгоценный металл в других районах Новой Гвинеи. Потерпев неудачу на юго-восточном берегу, они отправились на небольших судах к ее северо-восточному побережью, в том числе в залив Астролябия. В январе и феврале 1879 года Миклуха Маклай прочитал в газете «Сидней Морнинг Ярольд», что шхуна-даф, отправившиеся из Мельбурна и барк-курьер, приписанные к новозеландскому порту Окленд, заходили в поисках золотоносных пород в залив Астролябия. Как сообщил Артур Пек, участник экспедиции на даве, находившийся в заливе с 29 августа по 10 сентября 1878 года, папуасы Бонгу, Гаренду и Гумбу миролюбиво встретили непрошенных гостей, удалив при этом почти всех женщин в лесные заросли. Они позволили чужеземцам осмотреть окрестности, вели с нами миновую торговлю, часто повторяли слово «маклай», приглашали их в своей деревне, но не подпустили к двойному домику, который русский путешественник покинул в январе того же года. Золотоискатели посетили несколько других деревень на побережье залива и в архипелаге довольных людей, и, не обнаружив золотосодержащих россыпей, ушли на даве в открытое море, почти поголовно заболев малярией. Вскоре в заливе Астралявия появился курьер, но и его команда не нашла здесь новая эльдорадо. Еще в январе 1878 года по возвращении в Сингапур Миклуха Маклай получил письмо от Петра Петровича Семенова, из которого следовало, что русское правительство не поддержит ученого в его попытке защитить права папуасов берега Маклая, установив протекторат над этой частью Новой Гвинеи. Поэтому Миклуха Маклая решил испробовать еще одно средство – обратиться с открытым письмом к британскому верховному комиссару в западной части Тихого океана и к губернатору Фиджи сэру Артеру Гордону, с которым он познакомился в 1875 году во дворце Махараджи Джохора, где Гордон остановился по пути на Фиджи. Прожив около трех лет среди этих людей, папуасов берега Маклая, и имев время судить об их характере и способностях, писал он Гордону 23 января 1879 года, я принимаю серьезное и бескорыстное участие в их судьбе, особенно предвидя, что нашествие белой расы на Новую Гвинею может легко, то есть почти наверняка, привести к ряду достойных сожалений катастроф. Осмеливаюсь просить для защиты обитателей берега Маклая, чтобы имперское правительство первое признало полное право туземцев Новой Гвинеи берега Маклая на их землю, второе запретило или сделало невероятным благодаря очень повышенным налогам ввоз и продажу туземцам алкогольных напитков, оружия и пороха. Заканчивая письмо, которое вскоре появилось не только в британской парламентской публикации, но и в нескольких русских и западноевропейских газетах и журналах ученый призвал Гордона распространить, если возможно, эти правила на другие независимые части Новой Гвинеи и на острова Меланезии. Я обратился к великобританскому правительству, объяснил свой поступок Миклуха Маклай в письме секретарю Русского Географического Общества, так как, вероятно, вторжение в эту часть Новой Гвинеи, берег Маклая, последует из Австралии. Не могу, однако же, удержаться от пессимистического замечания, что справедливость предложений, пожалуй, окажется важной причиной, что мое письмо останется без желаемых последствий. Более эффективным ученый по-прежнему считал иной образ действий. Имея я возможность вернуться на берег Маклая и остаться жить среди туземцев, я, вероятно, не стал бы писать писем, а доказал бы на деле, что, обладая терпением и необходимую для успеха толику и такта, при действительном понимании характера и положения обеих сторон, сознанием языка и обычаев туземцев, возможно обойтись без несправедливого и жестокого истребления туземцев и сохранить расу, далеко не такую кровожадную, как ее любят описывать, любящие эффекты путешественники. Надеюсь, однако же, и желаю иметь со временем возможность на деле подтвердить это убеждение. Приведенные строки вероятно свидетельствуют о том, что и в 1879 году путешественник не отказался от идеи сплотить под своим руководством в той или иной форме обитателей берега Маклая. Угроза папуасам берега Маклая исходила и от Германии. 7 февраля 1879 года в Сидней Монинг-Геральт появилось сообщение о том, что немецкие официальные лица приобрели земли для устройства угольной станции на островках в проливе между Новой Британией и Новой Ирландией, то есть на ближних подступах к северо-восточной Новой Гвинеи. Возрастающая активность европейских держав в океанийском островном мире, в том числе в районе Новой Гвинеи, серьезно повлияла на умонастроение Миклуха Маклая. Комментируя сообщение Сиднейской газеты, он 25 февраля в письме Петру Петровичу Семенову выразил мнение, что Россия тоже должна заботиться созданием морской станции в океане, но не на берегу Маклая и проявил готовность способствовать сколько-нибудь исполнению этого плана. Мы читали главы из книги Даниила Тумаркина «Белый папуас». Ваши любимые книги Каждый день в эфире Радио Звезда и на нашем канале в Ютубе. Подписывайтесь, чтобы слушать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова